всем привет вы на канале хвостатая чудо меня зовут елена сегодня 15 июля время у нас 21 26 15 июля приехали мы домой я быстренько по убиралась обратно восстановила весь ее вот это все место для лилушки кто не знает кто только у нас на канале сегодняшнее видео скорее всего пойдет наверное уже о родах потому что я думаю уже процесс запущен у лилки я мерил до эту температуру у него 37 потом немного поднялась опять 37 и 4 это перед вами юшка лилушка там сейчас покажу не обращать внимание у меня маленький ребенок они пока гуляют лила здесь лежала теперь она лежит вот это как раз один из симптомов приближающихся родов мы все копаем везде залазим хотя она знает свое место где ее место где она будет рожать вот я к ней прислушиваюсь то есть как она дышит если понаблюдать так что ребят уже день следующие 16 июля время пол двенадцатого дня я всю ночь караулила до трех часов мы сначала не спали потом я через каждые два часа просыпалась смотрела что у нас лилуший и ребят это наверное самое страшное что сегодня уже 68 день а мы не родили еще для меня это как вам сказать довольно таки страшная вещь потому что уже срок довольно таки большой по температуре мы посмотрели температура не превышает 38 градусов также 37 и 2 и держится принципе это хороший знак что все нормально щенок живой все нормально вчера я щупала всю ночь я щенка чувствовала то есть он там ползает грубо говоря да двигается но уже шестьдесят восьмой день и мои нервные клетки начинают опасаться за то чтобы все было бы хорошо вот видите как активно она дышит то ли это все приближается к этому то ли нет вроде я поймала ее на одной схватки вот значит легла в ванную кажется я поймал эту схватку это еще схватки были такие разогревочные это еще не потуги честно страшно сейчас будем звонить врачам знакомым что делать дальше я просто очень не хочу кисарить собаку потому что кисареный щенок это не есть хорошо моей голове сейчас перепутано очень много мыслей от чего можно сразу предостеречь да конечно в этот момент уже надо срочно звонить врачам и стучать во все двери потому что уже очень большой срок но с другой стороны сроки мы еще не вышли сегодня у нас как бы еще есть этот день и плюс температура не поднимается то есть принципе знаете если температура собаки понижается к родам она вот 37 237 кого как смотря от породы от мелкой породы от большой породы отличает температуру если она повысится больше 38 все бить тревогу тут нечего ждать щенок видимо уже погиб и надо срочно доставать его оттуда либо собака 68 день прошел 69 наступает ничего никаких вообще собака ходит спокойно не собирается рожать тоже бьем тревогу сейчас я хотя бы вижу лилкину активность вот а если этой активности нет то есть вот она бродит ходит вроде тип я чё мне все нормально то тоже конечно надо бить тревогу потому что собака просто не собирается рожать у нее просто нету родовой активности до родовой деятельности это тоже срочно нужно бить колокола также смотрим выделение из петли да что такое петля я надеюсь вам не надо рассказывать петля это тот орган из которого выходит щенок будем так говорить потому что есть детки на канале чтобы это не было пошло смотрим выделение из петли если они светлые то пока нормально если вдруг они начинаются темные коричневые какие-то какие-то как гной да кто объем тревогу чп все вот эти такие моменты их надо учитывать еще часик наверное я подожду если в течение этого часа ничего не произойдет ничего не начнется никакая активность мы поедем к врачу потому что я ждать уже не хочу тут лилка уже за другими ухаживать всю ночь может вылизывали все наши игрушки все что можно вылизывать было мы это вылизывали игрушки меня все то есть она уселась в кресло среди своих игрушек и их вылизывал как своих щенков так ребят ну что продолжаем следить наша лилу ушла в ванну что говорит о том что значит что-то приближать потому что для нас ванна это как такой сигнал она идет в ванну туда когда нет воды она идет в ванну туда когда она хочет в туалет гулять очень сильно и она идет ванну туда когда мы собираемся рожать и сейчас я вам хотела ребят показать такой момент когда вот собаку начинает трясти собака у нее разные симптомы предродовые есть еще есть такой как тряска тряска тошнота рвота вот это лазание искание места копания это как раз мышцы подготавливаются к роду вот но мы продолжаем ждать время уже наверное сколько там час дня 16 июля час дня ждем звонили кстати ветврачу звонили заводчицы ну все в один голос ждем сегодня 38 день и это еще как бы не край еще терпит так что сегодня ждем врач сказал сегодня должна родить заботчица сказала в принципе да у нас есть целый световой день наблюдаем так ну что ребят мы дождались время 13.45 лилой я увидела первые потуги она только что сидела начала рожать то есть все процесс запущен мы начали свою родовую деятельность далее будем держать вас в курсе вот так что все у нас началось и вы слышите по моему голосу как я немножечко вот видите она тужится по моему голосу как я немножечко переживаю но все будет хорошо да все будет хорошо да так что ребята процесс запущен мы ждали этот момент считайте с ночи то есть вспомним когда то ранее вот видите это начинается вот схватки вот эти значит смотрите действительно совпадает я так как мерила очень часто температуру она у нее упала до 37 вчера где-то в часов 5 вечера и как пишут через 8-24 часа начнутся роды так и вышло сейчас 2 часа дня грубо говоря да и у нас начались роды то есть мы в этот срок и вошли ну а дальше будем смотреть наблюдать как все будет так прошел еще час мы все тужим ся у нас все идут схватки пилка вот у нас сейчас тужится на данный момент сейчас по ходу видите капли это по ходу вышло воды и здесь вот видно пятнышки мое так что мы приближаемся к часу x к моменту x все у нас пока идет в норме идет все хорошо так что скоро скоро мы уже родим тоже все это время я поддерживаю ее глажу все будет хорошо вот 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 девочка ты мой маленький пузырь уже лопнул мама без пузыря да ты что да так ребят у нас время уже двадцать минут пятого у нас пошел щеночек сразу говорю видео откровенные так что кому не нравится выключаем камеры выключаем видео все на этом хватит в конце просто скажу кто родился и что так у нас щенок пошел молодец умничка пошел задними лапками говорят это очень хорошо потому что щенок один он крупненький и лучше он будет идти задними лапками потому что будет проще ему проходить голова большая плечики большие поэтому лучше лапкам менее травматично давай давай мой маленькая девочка в принципе все у нас проходило тихо спокойно вот здесь вам покажу у нас вышли воды это было понятно что пузырь уже лопнуло и пузырь уже лопнул и щенок давай моя умничка проходит уже без пузыря молодец молодец умничка моя даем опору лапам собака когда тужится она молодец 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 умничка умничка дел лучше молодец молодец да молодец видно что он идет по дуге если кому интересно это он идет вот так 사진 давай мой хороший был divorced давай Так, голова осталась, подождите, подождите, еще одна, Лилу, еще одна потуха, еще давай, 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 голова, самое главное, сейчас попробуем петлю аккуратно, держит, сильно держит, давайте еще одну, слушай, еще одну потуху, еще одну мою хорошую, давай, еще одну, давай, еще одну, еще одну, Лила, молодец, хорошая девочка, Давай-давай-давай. Давай. Раз, раз, раз. Все хорошо. Нам надо его до конца родить. Чтобы я не лезла. Чтобы он был здоровеньким. Соболек маленький. Соболек. Нет. Он хорошо держится. Нет. Это вот такие вещи вообще опасно очень. Я только попробовала немножечко потянуть. Нет, ребята. Это опасная штука. Не тянем сами. Кто сам принимает роды, аккуратнее. Лилочка последняя. Сейчас она наберется сил. И потихонечку она. Вот голова. Я ее чувствую. Сильно не нажимаю. Единственное, могу вот просто колечко вот это. Головка большая. Лилочка, давай сама. Давай моя. Давай моя радость. Давай моя хорошенькая. Ну так пока в перерывах. Давай, давай. 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 Что мне показалось? Так, Лилочка. Давай. 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 Давай моя радость. Ну. Еще чуть-чуть. Еще больше. Вот чуть-чуть осталось. Вот чуть-чуть вот. Так. Напрягаемся. Чуть-чуть напряжение чувствую. Чуть-чуть напряжение чувствую. Давай. Давай. Лилочка. Моя девочка. Ну давай. Моя хорошая. Ну. Пожалуйста. Ну моя крошка. Ну давай. Давай моя зайка. Давай моя лапочка. Все хорошо. Вы можете сюда чуть-чуть. Давай. 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 Давай спровоцируем эти хватки. Да да. Давай, Лилочка, давай, давай, давай. Давай, молодец. Давай, давай, давай. Давай, Лилочка, давай. Его надо родить, Лил. Ну, чуть-чуть осталось, ну, правда, вот прям. Головой проще его просто вытаскиваешь и все, положай. Блин, голова зажата. Блин, голова зажата этот. Ну, давай, давай, моя девочка, моя хорошая, ну, давай, моя солнышко, ну, давай. Давай, моя лапонька, рыбка моя, собачка моя. Деда, как тебе еще только не назвать, ну, все, ну, давай. Давай, 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 давай. Давай, последний рывок, последний рывок, давай. Последний рывок, Лилочка, давай. Давай, 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 собираемся, собираемся. разбираемся это не конец ведь это же не конец нам надо уродить ты готова просыпаемся просыпаемся ну давай ты что ля ля лила ну пожалуйста ну девочка моя ну пожалуйста это же Давай, 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 тушься, тушься, тушься. Тушься, 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 тушься. Так. Это не ножницы. Тушься. Это не страх? Тушься. 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 Это ведь... Так, ладно, хорошо. Можно дать ей поподлизывать. Отрезаю. Не, надо чуть-чуть. Постирай спинку. Ну давай, давай, давай. Иди, Лила, 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 куда, куда, куда? Вот, вылизывай, 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 лил. Что, это не вообще? Он наглотался, ну давай, малыш. Спинку. Давай, 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 давай. Маленький. 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 А кокосовый. Шидкость выходит, выходит. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, ребята, еще раз! Я гуляю с собаками Юшка Там где-то у меня Лелушка бегает Видео, как вы поняли Юйки Не совсем радостная Я бы даже сказала печальная Немного подумав Осознав это все Я просто думала, может я в чем-то виновата Может я не досмотрела Моя вина была в смерти этого щенка Но нет Мы с мамой проанализировали произошедшее И потом разговаривала с заводчицей И звонила ей, чтобы вырезаны моменты Когда я звонила ей Спрашивала, как оживить щенка Короче, щенок был обречен Обречен, потому что Он велу Кстати, все в ней хорошо Стоять! Куда пошли? Был обречен, потому что Он, видимо, задохнулся в путях Где-то Получается, два часа она рожала И если с момента того, как лопнул пузырь И это был все-таки пузырь Прошел час Значит, где-то час Он был в путях Без своего пузыря А это значит, что он наглотался Околоплодной жидкости И задохнулся Тяжело что-либо говорить Внутри больно Если хотите это знать Больно, обидно, досадно Слезы Были слезы Плакала Лилу! Но это жизнь И, как мне заводчица сказала Говорит, Лен, радуйся, что с Лилкой все хорошо Не надо было ни кисарить, ничего Я очень рада Ну вот, что бывает, когда один щенок И 68-й день Щенок был мальчик Кобель 123 грамма весил Что бы я ни делала То есть, щенка там прекратилась Я еще минут Я еще минут Десять Пыталась все выживить Но безрезультатно Погода тоже сегодня дождливая Видимо Прям цвет настроения наш Дождливый Так что, ребят И такие бывают случаи Я Я не думала, что так получится Я думала, что Будет намного все лучше Ну, что ни делается Все к лучшему, как говорится Может быть, то оно Может, в чем-то Лучше я не знаю, в чем еще пока Но посмотрим Спасибо за поддержку вашу За переживания Это цена для меня Слов я больше найти никаких не могу Извините На этом видео я заканчиваю Спасибо, кто был с нами Поддерживал нас До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok